Сегодня 17 августа среда. Смотрите выпуски новостей телеканала АСА. Водитель иномарки почти час прикрывал с собой камеру фото-видео фиксации. Ему грозит до 15 суток ареста. Еще один оченец погиб в спецоперации на Украине. В пятницу состоится прощание с Дмитрием Черновым. Эксперты оценили проект благоустройства Березовой Рощи и сделали свои замечания. Покажем в картинках, как изменится зона отдыха. И пропустите! Летняя распродажа от Кировской меховой компании. Огромный ассортимент меховых изделий по доступным ценам. Спешите! Только 17 и 18 августа в торговом центре «Алфавит» города Ачинск. Тихое помешательство на проспекте Лапенково. Сегодня водитель около часа прикрывал с собой камеру фиксации нарушений. Мужчина на иномарке подъехал к оператору. Без агрессии намеренно заслонил видимость для комплекса, перегородив своим автомобилем. Как позже сообщат в полиции, автомобилисту не понравилось, что тут ловят нарушителей. Около 10 часов утра автомобилист, недовольный установкой комплексов входа видеофиксации, подъехал, начал высказывать свои недовольства оператору. Затем намеренно в течение 30-40 минут перекрывал обзор комплекса, тем самым препятствуя выполнению функции прямого назначения данного комплекса. Как оператор нам пояснил о том, что есть подозрение на состояние алкогольного опьянения водителя, недовольного. Сотруднику пришлось вызвать полицейских. Экипаж ДПС не оценил странного геройства, когда водитель пошел к ним шаткой походкой к патрулю. От медосвидетельствования на месте мужчина отказался, поэтому его машину эвакуировали на спецстоянку. Автомобилист задержан до решения суда. Завтра мировой суд определит наказание. За отказ пройти медосвидетельствование на месте водителю грозит до 15 суток. Пьяного гонщика мировой суд отправил под арест на 7 суток и решил право управления транспортом на 1 год и 2 месяца. Это наказание за оставление места ДТП. Напомним, во вторник утренняя погоня за бешеной иномаркой закончилась на сцене гордыка. 20-летний водитель носился от экипажа ДПС по Свердлово, бульвару Богатково и поперек Кравченко вылетел на площадь. Снес два знака, протаранил припаркованный авто на первом микрорайоне и вырвал бордюр. К счастью, пешеходов в 5 утра по пути не было. Остановило его выступление только сцена. В хозяине иномарки было столько алкоголя, что помощь медиков ему не понадобилась. Впереди еще суд по административке за пьяную езду, где максимум штраф в 30 тысяч и лишение водительского. Сейчас молодой и уже трезвый находится в Ачинском спецприемнике. Телеканал ОСА ведет книгу памяти об Ачинцах, погибших в спецоперации на Украине. В Луганской Народной Республике погиб сержант Дмитрий Чернов. В июле ему исполнилось 29 лет. Информацию о его смерти подтвердили в Ачинском военкомате. Известно, что Дмитрий после срочной службы подписал контракт. Служил в спецназе. Дважды был в Сирии и на спецоперацию уехал в феврале. По данным родных, погиб он 13 августа при выполнении боевой задачи от осколочных ранений. Прощание с ним состоится в пятницу. По нашей информации, у него осталась жена и мать. На ремонт дорог в Ачинском районе прибавилось 4 миллиона. Так, в этом году дорожный ремонт достался всем девяти сельсоветам. Самые большие ремонты пройдут в Малиновке, Покровке, Курбатово, Алладановке и Игинке. Еще понемногу отремонтируют в Белом Яре, Ключах, Малой Покровке, Причулымском, Лапшихе и Орловке. А на дополнительные 4 миллиона ямочный ремонт пройдет по дороге в Сады Чистый Ручей. Золотают больше километра. Также будет отремонтирована дорога от Ильинки до Сарасеки. Проект благоустройства Березовой Рощи накануне одобрил Минстрой с некоторыми замечаниями. А мы покажем в картинках, как будет выглядеть новая зона отдыха после ремонта. Эта территория победила в народном голосовании. Работы здесь планируется начать в следующем году. А второй этап в 2024-м. Общая стоимость около 72 миллионов. По задумке авторов фирмы «Инновация» здесь появится футбольное поле с травяным газоном, баскетбольное и еще две спортплощадки с тренажерами, лыжероллерная трасса и освещение по периметру. Входная группа с центральной аллеей выведет на смотровую площадку. Обновится остановочный павильон. Будет организована парковка для транспорта. Еще в проекте есть визит-центр с туалетом, теплой раздевалкой и помещением для кафе или торговли. Экспертный совет Минстроя рекомендовал продумать теневой навес над спортивной площадкой, сохранить травяной покров под березами в естественном виде. Старинную арку рекомендовали покрасить в более янтарный оттенок. По мнению краевых архитекторов и дизайнеров, нужно до благоустройства провести исследование в исторической части будущего парка. Напомним, что представители церкви также выступили с обращением, что для сохранения памяти и истории необходимо провести раскопки. В Березовой роще раньше был крестовоздвиженский храм и кладбище. Пока неизвестно, что ответит служба по охране памятников культурного наследия. Отдел оптика аптечного центра «Губернские аптеки» Это большой выбор витаминов и капель для глаз, контактных линз и аксессуаров. Очки на любой вкус, ультразвуковая очистка ваших очков. Скидки на линзы защиты от синего цвета и солнцезащитные очки до 30%. Бесплатная проверка зрения и помощь специалистов в подборе именно того, что нужно вам. Отдел оптика аптечного центра «Губернские аптеки» на Кравченко 7А. Субтитры подогнал «Симон» Если дети растут, то цена на детскую мебель падает. Скидки до 25% на детский ассортимент мебели. КМК. Всегда удобно. Продается столовая заготовочная на 100 мест. Более 1000 квадратных метров в городе Ачинске на промплощадке «Русала Ачинск». Асфальтированная дорога от шоссе. Стартовая стоимость 3 200 000 рублей с НДС. Вся контактная информация на экране. Услуги по покосу травы. Город и пригород. Качественно и быстро в любое удобное для вас время. Обращаться по телефону 8 923 309 40 47. Ачинский филиал АО «Востоксипромтранс» примет на работу. Составителя поездов, помощника-машиниста-тепловоза. Заработная плата от 40 000 рублей. Возможно обучение. Обращаться по телефону 6 19 15 и 6 19 51. Компания «Синт» представляет тариф «Интернет плюс телевидение». 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр любимого видеоконтента на YouTube и ИВИ. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56 300. Продается трехэтажное нежилое здание площадью более 5 500 квадратных метров в городе Ачинске на промплощадке «Русал-Ачинск». Асфальтированная дорога от шоссе. Стартовая стоимость 14 900 000 рублей с НДС. Вся контактная информация на экране. Спички, лук и аспирин. Красноярск стад посчитал, что подорожало сильнее всего. С начала года в регионе выросли цены почти на 230 товаров и услуг. Рекордсменами по набору ценового веса стали репчатый лук, хозяйственное мыло, маргарин, натуральный кофе, шины автомобильные, новые иномарки. В процентном соотношении абсолютный победитель – аспирин. Он прибавил почти 100% по сравнению с 2021. А в денежном выражении зарубежный автопром вырос на сотни тысяч рублей. Слабым утешением выглядит набор подешевевших товаров и услуг. Снизились ценники на свеклу, огурцы, туры в Южную Азию и страны Ближнего Востока. К отключениям электроэнергии в ключах привела авария на частной подстанции. Такой ответ нам дали в Красноярск Энерго. Напомню, накануне новости Асы рассказали о проблеме жителей сразу нескольких поселков Ачинского района. Постоянные отключения электричества в ключах, заворках и малом улуе не дают сельчанам нормальной жизни. Горит техника, бойлеры. По словам жителей, свет гаснет по нескольку раз за день. А иногда без электричества люди сидят днями. Почему сложилась такая ситуация и есть ли решение, эти вопросы мы адресовали в Красноярск Энерго. Именно эта организация обслуживает электросети в районе. Сегодня получили ответ. Как нам рассказали в пресс-службе организации, во всем виновата частная подстанция. Было повреждение на трансформаторной подстанции, которая принадлежит частному лицу. Какой из нас договора на техническое обслуживание со специализированной организацией, ее владельца нет. И в каком состоянии находился этот объект, мы тоже можем только догадываться. В итоге вчерашнее аварийное отключение привели к тому, что отключилась линия 10 кВ, от которой запитаны эти три деревни. В целом, большая беда для энергосистемы – это частные и бесплодные сети. Как правило, большинство из них не ремонтируется и нуждается в серьезном восстановлении. Мы не имеем права обслуживать чужие сети, даже если требуется оперативный ремонт и срочное восстановление, так как они нам не принадлежат. Выход, говорят в Красноярск Энерго, есть. Передать на обслуживание эту подстанцию энергетикам. Тогда подобных отключений можно будет избежать. По нашей информации, хозяин подстанции, о которой идет речь, некий ИП Брыскин. Но, как показывает практика, рассказывают энергетики. Сами частники после таких аварий редко передают сети на обслуживание. Поэтому, поясняют в Красноярск Энерго, сами жители, сельская или районная администрация, должны письменно обратиться к энергетикам с просьбой взять подстанцию на обслуживание. Заявление нужно подавать в западные электрические сети. И уже сами ресурсники начнут решать этот вопрос с частником. А что касается сгоревшей из-за постоянных перебоев техники, по словам Родионовой, жителям с актом экспертизы, которая должна подтвердить, что техника сломалась именно из-за перепадов и отключений, нужно обратиться к поставщику электроэнергии, то есть в Красноярск Энергосбыт. И уже там примут решение о компенсации за вышедшую из строя технику. Добавим, что по информации энергетиков, частная подстанция до сих пор не отремонтирована. Поэтому некоторая часть жителей все еще испытывает проблемы с электричеством. В день Флаговачинский пройдет байкерский пробег. Он состоится 22 августа, в понедельник. Впервые по задумке организаторов колонна байкеров с российским флагом проедет по городским улицам. Как рассказал президент клуба Адвенчерс МСС Ачинск Алексей Курчатов, старт планируется от здания администрации. Финишируют они на площади ДК, где состоится праздничный концерт. В колонне планируется от 10 до 20 участников в фирменных цветах, черно-желтых. Все, кто придет на день флага, смогут сфотографироваться с брутальными байкерами. Как пояснили в мэрии, из-за мото-пробега движение транспорта ограничиваться не будет. А у нас рубрика «Полезно знать», где наши телезрители могут увидеть различные предложения от предпринимателей города. Жителям Ачинской района полезно знать, что у нас в городе открылось бомбическое кафе «Сайбериан Чикен Дюнер». Принцип его прост – накормить каждого, кто зайдет в это заведение. Ведь порция этой вкуснятины приготовлена с любовью и нежностью. Это не просто мясо, завернутое в лаваш. Это аппетитная формула из сочной курочки или говядины, свежей зелени и множество дополнительных вкусовых элементов, которые только усилят послевкусие вашего Чикен Дюнера. Любителям сыра тут придется по душе. Главное преимущество Чикен Дюнера – порции можно подобрать по вашему аппетиту от мини до мега. А для фитнес-няшек, которые следят за своей фигурой, любезные повара приготовят вегетарианскую шаурму. И, кстати, чуть не забыл, хрустящий Чикен Дюнер можно кушать на ходу, в машине или в парке на лавочке. И помните, Чикен Дюнер – это гормон удовольствия, который быстро сожжет все лишние калории, если вдруг они появятся. А чтобы не терять время в очередях, просто сделайте предзаказ аппетитной шаурмы и сочного дюнера от Siberian Chicken Dinner на сайте chickendoner.ru, в мобильном приложении или по телефону на экране. Сеть быстрого питания Siberian Chicken Dinner ждет вас по адресу на экране. Это, вы думаете, зарядка в группе детского сада? Нет, мы снимаем маму пятерых детей. Чудная семья, познакомлю вас с ними. А сейчас у них фитнес на траве. Приготовьтесь к позитиву в пятой степени. Семья Бардиных многодетной стала в Ачинске. Супруги Татьяна и Андрей переехали сюда с двумя старшими девчонками. Решили не останавливаться. Тра-та-та, тра-та-та, мы поехали кататься. Сделали троих, а потом смотрим, так где трое, там и четверо. Тем более по парам могут разбиться, играть вместе. Не будет третий лишний в каких-то играх. И родили четвертого, чтобы они по парам разбились. Пока мы думали, он сам появился с такой разницей. И почему-то не Майя, а Филипп вышел. Мир стал совершенно другой. Как будто двумя глазами стали смотреть на мир. И вот мировоззрение тоже поменялось. В общем, мальчики это совсем другое. Мне раньше все говорили, я не понимала, что другое. А теперь понимаю. Как бы да, надо и мальчики, и девочки, чтобы были в семье. Татьяна говорит, ей хиромантия предсказала, что будет пятеро детей. Старшей Диане 11, младшему Филиппу 4. Как в настоящей команде, всех друг за дружку. В ответе. Самая спокойная из Сияна. Филька такой веселенький, милый. С Олестой любит в машинки поиграть. А Олеста у нас вообще вся такая, Шкода такая. С детства все время характер такой. Татьяна экономист по образованию, но сама себя называет семейным таксистом. Всех нужно развивать, вот мама и рулит. Целый день. Весь день я как таксист езжу, их развожу. С одного места в другое у них у всех разные смены в школе. Разные смены на гимнастике. Кого-то в садик после гимнастики. Кого-то со школы забрать на гимнастику везти. То есть весь день за рулем, туда-сюда. В перерывах занимаюсь остальными делами, бизнесом, покупками и прочими делами. Танцы, хор, гимнастика. Девочки у Бардиных занимались всем сразу. Когда поняли, что все не успеть, выбрали спорт. Хорошо. Татьяна, Андрей и веселая пятерка победили и в региональном конкурсе «Семья года». Диву даешься, как хватает времени и сил. И понимаешь, в дружной и любящей семье все вместе. Дела и отдых. Какую кастрюлю варит? Покажи. Шестилитровую. Татьяна, покажи, какую кастрюлю мама варит. Сегодня мы будем готовить борщ. Где-то вот такая. Где-то вот такая. Как быть мамой – куча детей. Татьяна написала интернет-книгу. Так и называется «Первый год с погодками. Инструкция по выживанию». Все хитрости или, как теперь говорят лайфхаки, проверены на собственном опыте. Во время съемок и мы убедились – методы воспитания по Бардиным работают. Клянемся. Клянемся. Точно уберемся. Убрать дома свои вещи и прибраться в своих шкафах. Клянемся. Только тогда получите мороженое. Клянемся. Решила, напишу-ка я книгу и буду всех посылать на эту страничку с книгой, где все подробно есть. Там лайфхаки по жизни с детьми, как уделять, успевать время себе и с детьми заниматься, готовить их к школе при этом. Вот в садик у меня старшие трое, ну это в четыре пошло, почти что трое вот не ходили. Я занималась с ними дома сама, готовила к школе. Поэтому они уже пять-шесть лет читали. Как, чтобы не было ревности, там, всякие разные способы, способы одновременной прогулки со всеми детьми, чтобы их не растерять. У автора этой инструкции было еще трое. А сейчас есть продолжение и в детях, и в черновиках. Но до второй книги пока руки не доходят, говорит Татьяна. Возможно, еще придет время, когда появятся внуки. Девчонки не обижают? Ну а братика надо? Братика надо? Или скажите нет? Ну, короче, внуков 12 у меня будет, а то и 20. Наталья Сусанина, Александр Сиделев, телеканал ОСА. Девчонки не обижают. Девчонки не обижают.